Друзья, всем большой привет! Думаю, что Катюша не нуждается в представлении. Сталинский орган, как его называли немцы, надолго запомнился нашим противникам. А рассказы о том, как Катюша наводила ужас, можно встретить повсеместно. Но неужели противник действительно так боялся обстрелов Катюш? Или это преувеличение пропаганды? Благо, остались захваченные письма и дневники солдат, в которых есть упоминания о сталинском органе. Давайте с ними ознакомимся. Цитирую. Солдаты противника о нашей артиллерии и минометах по показаниям военнопленных, дневникам и письмам немецких и венгерских солдат. Военнопленный унтер-офицер Франц Георг Кламус по вопросу силы русского оружия говорит. У России еще много оружия. Есть мощные самолеты. Это опровергает рассказы о том, что Красная Армия бедна, что у нее ничего нет. Особенно сильно действует на солдат сталинский орган. Когда этот миномет дает 42 выстрела, то все живое около места разрывов сгорает. Действует на солдат большой шум разрывов. Морально подавляет. В неотосланном письме солдата 164-го полка 57-й пехотной дивизии Эрвина Кайзера мы читаем. 14 декабря 42-го года к станции Воронеж подошел наш поезд с вооружением. Это заметили русские. В 15.45 начался гул русских пушек под концерт сталинского органа. На несколько километров содрогается земля. Где было бело, там черно. Где был холм или пригорок, там яма глубиной с дом. 9 августа 42-го года венгерский солдат-сапер Иллеш Иштван отметил в своем дневнике. Утром нас опять обстреляла артиллерия. Ушли на край деревни. Я спрятался за дом. Там был крепкий кирпичный столб. Разрывы русских снарядов были все ближе. Примерно в половине первого на нас посыпался ужасный град мин, которые подожгли всю деревню. Были убитые и раненые. Подожжено несколько автомашин. Был ранен фельдфебель Кочка. Осколком ранила командира нашего саперного отделения. Мы бежали из деревни, так как русские заметили движение и сильно обстреляли ее. Еврейтор 3-го батальона 1-й венгерской мотобригады Иштван Благ в своем дневнике отмечал. 9 августа 42-го года. Все время артиллерийский обстрел. С 3-х до 6-ти над нами постоянно свистели снаряды. Дома готовятся к праздникам, а мы здесь ежеминутно ожидаем смерти. В 11 часов заговорил сталинский орган. Сердце остановилось. Моментально загорелась деревня. Все бежали куда могли. Русские уничтожили противотанковую пушку с машиной. Огоню тих, кругом бушует море дыма. Имеются раненые. 15 августа 42-го года. В 5 часов начинается наступление. Русские упорно держатся. Этот ужас нельзя описать. У нас много раненых. Пять раз стрелял сталинский орган. Шамадианаш ранен в правую ногу. Сигет Имре получил осколок в левую ногу. Пока еще Бог и Святая Богоматерь нас защищают. Мы верим в них. Еще два раза сыграл сталинский орган. 20 августа 42-го года. Помоги Бог и Святая Богородица. Будь со мной. Пять русских самолетов бомбили нас. Пулеметы обстреливали на правом фланге. В 10 часов на нас нагрянул сталинский орган. Попал в грузовик с боеприпасами. Помоги нам Бог. Не покидай меня, Святая Богородица. Опять прозвучал сталинский орган. Опять в батальоне имеются раненые. Сильный ружейный, минометный. Артиллерийский огонь русских. Уже вечер. Опять звучит сталинский орган. Рвутся мины. 11 сентября 42-го года. Двигаемся вперед. Русские бомбят. Есть ранены. Ступили в деревню Сторожевое. Много немецких и венгерских трупов. Обоюдная сильная артиллерийская пальба. Бьет сталинский орган. В общем, как вы видите, ничто лучше не характеризует наше оружие, как дневники, в которых противник поделился личным впечатлением от встреч с Катюшами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова